День добрый, друзья, читатели и зрители Спорт.ЮА, зовут меня Татьяна Ящук, а у нас сегодня в гостях комментатор бокса, один из самых известных украинских экспертов бокса Юрий Нестеренко. Здравствуйте. Мы начинаем с того, что наш гость говорит приветственное слово. Собственно, все, что вам хочется сказать вашим личным, возможно, поклонникам бокса в Украине. Ну, что сказать, поднимайте свои, в общем, набрякшие от жира за зиму задницы, идите в спортивные залы, вот, и посмотрите, вот год назад, по-моему, я у вас был, да, я тогда весил 126 килограмм, сейчас я вешу 96 килограмм. Показатель занятий бокса налицо. Бокс форево, бокс не умер, бокс живет. Ну, нам еще Владимир Кличко недавно показал, что бокс все-таки не умер, по крайней мере, в его исполнении. И, собственно, хотелось услышать вашу оценку этого боя, которому все предъявили победу Владимиру Кличко, насколько вот она для вас очевидной такой оказалась? Ну, победа очевидна, и здесь она ни у кого не вызывает сомнений. На бокс нужно смотреть двумя парами глаз, да, это глаза обывателя и глаза специалиста. После боя, как бы, я почитал комментарии, и, в принципе, да, вполне ожидаемое, там, Володя обнимался, там, Володя, в общем, то, сё, пятое, десятое. В этом есть правда. То есть бокс не был зрелищным. Но с точки зрения специалиста, здесь очень много нюансов, которые вызывают громадный интерес. Ну, во-первых, о том, чем я уже писал, это статистика нанесенных и результативных ударов. То есть это самая худшая статистика Владимира за последние 10 поединков. То есть реализация практически 30%. И здесь нужно задаваться вопросом, что это, мотивация Володи была не слишком такая вот жесткая, поскольку родился ребенок, понятно, все его чувства направлены на дитя, и это кто понимает, о чем я говорю, тот понимает. Вот, с другой стороны, может, Володя стал медленнее, хотя, с другой стороны, он проработал 12 раундов и даже не вспотел, то есть дыхание было великолепное. Или Дженнинс, или просто та школа, которую они делали, затачиваясь под Дженнинса, была наполнена ошибками, потому что Дженнинс показал великолепную работу корпусом, очень хорошо работал на отходах, по углам Володю раскачивал. То есть, как я считаю, Дженнинс дал очень хороший материал для анализа уже с следующим соперником Владимира. То, что Владимир выиграл, это сомнений, опять же, не вызывает. Но, понимаете, дело в том, что, когда мы смотрим поединки, допустим, того же Флойда Майвезера, Мэнни Пакьяо и других представителей их, более легких весов, там, понятное дело, конечно же, можно сразу оговориться, там свой стиль, там свои законы. Но все-таки, когда ты смотришь с открытым ртом, там 12 раундов боя, допустим, того же самого, фанфары против Чавеса, и ты просто неимоверно восхищен, когда идут удары, когда действительно идет борьба. И, с другой стороны, когда идет такой планомерный бой, естественно, возникает, ну, некое недовольство. Просто есть хорошее пословище. Предвкушение – лучшее обладание. Так, собственно, это получается, чья ошибка? Это ошибка в подготовке, это команда где-то не доработала? Да, на эти вопросы может ответить только Владимир, и вряд ли он, как бы, мы услышим настоящий ответ. Но если Владимир наносит, там, порядка 360 джебов, из них только, там, порядка 100 приходят на цель, там, ну, я могу ошибаться в цифрах, то, в общем, ну, понятное дело, что что-то не так. Или Володя, в общем, не ожидал, что настолько, в общем, маятникоподобным будет Дженнинс, он будет уходить от ударов, то есть, и, опять же, удары правый, как бы, на цель чисто так не приходи, потому что если Володя попадет справа, или там его левый крюк попадет, ну, для Дженнинса это, как и Чемберс, давайте вспомним, просто падается между канатами человек, и мгновенно превращается, в общем, в бессознательное существо. Дженнинс не пропустил, то есть чистенько был. Ну, и здесь, опять же, возникает куча вопросов, а почему перчатки Эверласт были выбраны? В мире бокса, в общем, все эксперты знают, это самые щадящие перчатки. Почему не грант, почему не рейерс? Вот почему именно вот эта вот модель перчаток? Хотя Володя в прошлых поединках, где рассчитывал на силу ударов, с тем же курбатом пулевым боксировал в грантах, более жестких перчатках. Кричко был более в себе уверен, возможно, но он был уверен, что он точно выиграет, ему не стоило прикладывать столько усилий. Опять же, то есть, я, ну, когда, мы еще тогда с Валиком Куцом комментировали поединок Дженнинса с Пересом, Валик Куц сказал, говорит, ну, я не знаю, что, в общем, Володя собирается делать Дженнинса, но Дженнинсу Володя не выиграет. Ну, понятно было, потому что не тот опыт. Опыт – это очень громадная такая составляющая любого боксера, когда ты прекрасно понимаешь, что делать в той или иной ситуации. Вот большинство ребят, которые выходят в ринг против более опытного оппонента, они теряются, потому что вроде бы они наработаны, какие-то комбинации, но вот соединить комбинации в единое целое, сработать на отходе или сработать навстречу, потому что, когда ты боксируешь, ты не оцениваешь тот эпизод, в котором ты находишься. Тебе нужно понимать, что ты будешь делать через эпизод. То есть, хорошо, ты наносишь удар, он наносит удар, то есть, ты должен мгновенно спрогнозировать, он наносит удар, ты должен сделать уклон или сблокировать, отойти на дистанцию, закрутить соперника. То есть, такая многовариантность действий. Из этих многовариантных действий тебе нужно выбрать какое-то самое правильное. У Володи, то есть, была тактика очень простая. Не дать Дженнинсу войти на средне-ближнюю дистанцию, с чем он прекрасно справился. Ну, и Дженнинс со своей стороны исповедовал только одно, то есть, главное правило бокса. Бокс – это искусство самозащиты, то есть, не дать себя ударить. И Дженнинс прекрасно понимал, что у него одна задача – не дать Володе ударить себя, как можно, ну, находясь в состоянии такого позитивного равновесия, то есть, хорошо сработать на ногах и корпусом, чтобы уклониться от удара и остаться в такой позиции, которая позволит ему контратаковать. Дженнинс с этой задачей не очень справился. Было несколько моментов, когда Володя именно ошибался и заставился на ногах. Дженнинс пару раз ударил его правой, но ударов плотных не было. То есть, каждый выполнял свою задачу, а каждый со своей задачей справился. Ну, Дженнинс вам вообще понравился? Вот есть ли у этого боксера, действительно, там, возможно, когда уйдет Кличко на заслуженный отдых, возможно, у него появятся какие-то перспективы. Вам понравился он как боксер? Мне очень понравился. Я просто, опять же, я думал, что Дженнинс – это будет такой сухостой, как поединки с Пересом, но просто в своих поединках. Это просто боксер, который понимает свое преимущество не сколько в классе, сколько вот «ну ты меня ударь, ты, главное, выдержи мой удар». Он прекрасно понимал, что он в этом качестве над соперником преобладает. И просто, сколько ты меня не бей, я сработаю в защите, но если я положу свой удар, то, в общем, дорогой, тебя вынесут из ринга. И, в принципе, сейчас, поняв, что защита – все-таки это главное оружие в ринге, и ноги – это просто наиглавнейшее оружие в ринге, Дженнинс, если он действительно поймет, если он будет развиваться в сторону именно технической составляющей и нарабатывания различной комбинаторики, он будет очень сильным боксером. Естественно, в поединках против таких вольных, как Фьюри, Тайсон Фьюри, или более больших боксеров, но более техничных, Уайлдера, ему будет, мне кажется, трудно. Но вот на уровне, скажем так, соперничества с Поветкиным, Поветкиным, мне кажется, просто разберет. Ну и таких же боксеров, его, скажем так, рост и его комплекции он будет доминировать. Перед боем очень много говорили о том, о месте проведения собственно Нью-Йорка, опять возвращение Кличко в Америку. Вот насколько вы считаете, вот этот бой должен был привлечь американцев и, наверное, заставить опять-таки, ну не знаю, влюбиться что ли в Кличко или как-то так, или по крайней мере уважать его сильнее? Я считаю, что это вопросы чисто бизнеса. Поймите, бокс в Америке, это ты должен быть Флойдом Майвезером или Мэнни Пакьяо, вот, чтобы действительно тебя, вот на тебя шли в Америке. А для этого нужно, в общем, показывать феноменальный бокс. Ну и гонорары, говорят, сами себя, как бы, когда покупатели голосуют долларом или рублем, то есть, это говорит само о себе. Володя, почему Нью-Йорк? Потому что Нью-Джерси, Чикаго, очень большая украинская диаспора, билеты стоят недорого, и, естественно, большинству украинцев, особенно вот на волне сейчас патриотизма и тренда Украины в мире, естественно, арена была заполнена. Мой брат занимался продажей фан-секторов, он живет в Америке довольно-таки уже давно, с 92-го года, и он говорил, что, в общем, неимоверное количество желающих купить билеты, желающих пройти на шару. Как по-украински. Да, чисто по-украински везде остаются украинцами. Поэтому интерес был чисто со стороны украинских болельщиков, это понятное дело. Ну и, естественно, вот те вот та, скажем так, афроамериканская часть Америки, которая все-таки ходит посмотреть, а вдруг черному, в общем, парню повезет, и за много лет станет черным чемпионом мира. Вот. То есть, здесь одни пришли посмотреть на Дженнинса, вторые пришли посмотреть на Кличко, и только очень небольшая часть пришла посмотреть на бокс. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы большая часть пришла посмотреть на бокс. Ходят, ходят смотреть ради престижа. Вот, смотрите, вот Александр Усик у нас, вот вычеркни Александра Усика из ивента, и все, арена никогда не продастся. Но все ходят смотреть на Усика. То есть, Это тренд. Где ты был сегодня вечером? Слушай, я ходил на усиках. Никто не говорит, я ходил смотреть, как усик боксирует. Я ходил на усиках. На самом деле это очень хорошо. Но все все-таки нужно понимать прекрасно, что очень маленькая часть людей ходит смотреть именно бокс. Вот смотрите, комментаторы, мы смотрим тех или иных комментаторов. Никто не объясняет бокс. Никто не говорит, смотрите, как сработал ногами. Почему? Потому что большинство людей абсолютно не интересует. Таня, если я вам сейчас начну рассказывать. Вот мы сидим в кафе, допустим, горят свечи, нас ожидает шикарный ужин. Я начну рассказывать. Таня, вы смотрите, как ногу поставили. Вы начнете зевать, а потом подумаете, ну что ты творишь? Что ты мне рассказываешь? Посмотрите, как я одет, какой у меня макияж. Точно так же. Большинство людей, в общем, не ходят на бокс смотреть. Они ходят на шоу, они ходят ради престижа, они ходят потому, что это модно, это в тренде. Насколько еще боев хватит колечко? В принципе, вы говорите, что что-то у него не то с мотивацией. Возможно, он уже хочет посвятить себя отцовству. Но тем не менее, там вот у него есть глобальная цель. И сколько нужно боев до этой глобальной цели? И нужно ли ему, допустим, побить рекорд в 25 боев, то есть 25 защит? Знаете, когда возник этот вопрос, я прекрасно понимаю, откуда ноги растут. Я с Виталием Кличко и с Володей работал. Кто-то сказал, он побил Джо Луиса, никто не удосужился проверить. Существует действительно 25 последовательных защит титула. Этот рекорд до сих пор не побит. Если мы говорим о тяжелом весе, этот рекорд не побит. Если побьет этот Володя рекорд, ну, аллилуйя, слава богу, давайте этому радоваться. Но для меня есть только один рекорд, который до сих пор не побит. Его называют и рекорд, и проклятие. Проклятие Рорки Марчан. 52 поединка, беспроигрышный. Вот. Пытался в свое время Валуев это сделать, и, ну, сейчас ближе всего это Флойд Майвезер. И он, мне кажется, он это сделает. А все эти рекорды, ну, это настолько условно, да, то есть это возможность журналистам что-то написать, экспертам поумничать, где-то, в общем, погордиться сказать, вот мы победили, там украинский флаг поднят, и вот еще поднят над одним рекордом. Ну, это просто, как бы, ну, давай поговорим, о чем поговорим, ну, о Джо Луисе. Ну, кстати, вот Владимир скоро побьет рекорд Джо Луиса, там, вот и все. То есть к этому нужно относиться спокойно и без какой-либо истерики. На самом деле, если мы углубимся, там, в бокс, там один, один из, в Фейсбуке, один из моих, как бы, дописывающих сказал, вот, давайте мы проследим, там, количество боев, там, либо еще там что-то, я говорю, ребят, вот, если что-то взять и что-то поделить, потом на что-то умножить, получится одна сторона пирамиды. И это, это глобально, это скрепы, то есть мы что-то на что-то поделим. Дело в том, что не надо сравнивать боксеров 29-х годов, когда люди просто зарабатывали боксом на жизнь. Они там получали, там, дай бог, 20 долларов, и он каждую неделю выходил, получал 20 долларов, это была его работа. Поэтому, когда мы посмотрим список поединков бойцов, там, 29-х, там, 19-го года, там, прошлого столетия, ну, либо по 300-400 поединков, на самом деле 100 там в рекорде, а на самом деле поединков было очень много. Вот. Давайте смотреть на значимость боев. Если это у нас есть, у Джо Луиса есть последовательный 25 защит, титул чемпиона мира в тяжелом весе, ну, давайте считать 25 защит. У Володи будет 26-я защита, я первый поднимусь, скажу, у Володи поздравляю, действительно рекорд побед. Но если этого не сделано, ну, зачем выдавать желаемое? Такая кличка это вообще нужно? Вот он наверняка хочет объединить все пояса у себя и спокойно уйти? Честно, Володя – это такой спокойный человек, который, вот для него бокс, вот мы ходим на работу, Володя тоже ходит на бокс, он ходит на работу. Он от этого получает удовольствие. Может быть, когда-то не получает удовольствие. Он не зацикливается на каких-то рекордах. По крайней мере, я знаю из того, что я с ним, когда я с ним работал. Он просто делает свою работу. Его интересует финансовая составляющая, как и любого другого человека. Его интересуют какие-то условия для него приемлемые и благоприятные в контракт. Ну, понятно, все мы хотим для себя намного лучших условий. То есть, это вполне нормально. Вторая ситуация, что не нужно выдавать желаемое за действительное. Если мы хотим действительно какого-то поединка значимого, давайте это пусть будет Уайлдер или Фьюри, или снова поединок с Дэвидом Хэйм, но с соперником, который конкурентно способен. Понятное дело, что сегодня найти соперника для Владимира, для боксера, у него очень высочайший класс. И это сложно. И на фоне его, ну, любой, в общем, боксер будет смотреться, опять же, там, на бумаге мы написали, там, и Тайсон Фьюри сделает красивый уклон, и выйдет справа, и длина рук позволит достать, там, то есть, на бумаге мы расписали, а в жизни посмотрим, ну, за что мы деньги платили. Вот давайте вспомним поединок Майк Тайсон, допустим, и Ленокс Льюис, я там, вау, бой, десятилетняя, все там. Я написал, просьба, деньги назад не просить. Увидели мы ужасно скучный поединок. То есть, поединок десятилетия, но не потому, что это поединок десятилетий, потому что он на 10 лет позже состоялся, чем должен. Или другие бои, которые мы ожидали всегда, в общем, какого-то неимоверного всплеска эмоций, а на самом деле, в общем, как бы... Ну, менеджеры Кличко уже заявили о том, что возможен бой с Уайлдером. Вы вообще верите, что состоится? Да, потому что это финансово выгодно, это является возможность для HBO вернуться к пар-провью, к платной трансляции, это является возможностью заработать очень много денег, почему бы нет? Если мы можем заработать очень много денег, и это стопроцентно заработаем, или хотя бы 99, ну, стоит рискнуть. Это нужно и Уайлдеру, это нужно и Владимиру, это нужно всем. Когда это нужно всем, это случается обычно. А вот сейчас очень много, не знаю, пиара или такого постоянного накручивания ситуации с Бриксом, когда вроде как они друг дужки тоже навстречу уже идут, этот бой вообще может состояться? Смысл этого? Вот скажите мне, Татьяна, ради всех... Для американской публики, наверное, они уже настолько накрутили... Посмотрите, что значит, какой американской публике? Если этот бой состоится в Америке, наверняка придут посмотреть на Брикса. Да Брикса никто не знает, поверьте мне. А вот именно из-за этой вот такой шоу-программы, пиара перед боями, когда они... Хорошо, давайте я буду ходить за Кличко, кричать то же самое и сделаем на Олимпийском. Ну, будет этот поединок, если я буду ходить за Кличко, там, кричать, идет чемпион, там, срывать футболки, там, вот, не знаю, я могу еще, там, туфлями Володю бросать, там, время от времени, там, допустим, вот, я могу смотреть ему в глаза, там, ну, не знаю, что еще, могу говорить какие-то там несуразности, как Жириновский. И еще, бой состоится? Нет, поймите. Нет, ну, я не знаю, может, там кто-то, в общем, и кому-то это будет интересно. На самом деле, ценность Брикса в Америке точно же такая, как ценность меня в Украине. Никакая. Чуть честное слово. А зачем тогда, у меня вопрос, зачем тогда Кличко позволяет, так, ну, он же наверняка... Подождите, ну, подождите, а как он может запретить? Как вот вы, допустим, вы задаете мне вопросы. Нет, Татьяна, не задавайте мне вопросы. Там демократия, человек пришел, человек имеет... Знаете, вот самая вот разница в Америке и у нас. Пятая веню. Не знаю, самая напряженная, час-пик. Брикс, если будет сидеть посередине нищий, никто не вправе его убрать, никто не вправе его толкнуть, никто не вправе на него посмотреть косо. Человек сел здесь. Это его право сидеть здесь. Мое право, мне неудобно, но мое право отойти. Я уважаю его право сидеть посреди улицы, а он должен уважить мое право, как бы обойти его и не хватать меня за ноги. Вот. Брикс пришел. Брикс, да, создал какой-то прецедент. Для журналистов все написали там, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Интересно, интересно. Результат этого, ну, никакой. То есть, когда там говорили, вот, Владимир ответит на оскорбление, Брикс выйдет в РИН. Я просто подумал, какому телеканалу? Ну, хорошо, допустим, Володя решил там, не выдержали у него нервы, там, Кличко психанул, там, хотя это невозможно. И решил он бороться с Бриксом. Кто, кто, кто платит Бриксу гонорар? Володя, Володя не транжирал, он не филантроп, не меценат, чтобы, в общем, так вот брать, там, допустим, 800 тысяч долларов и выбрасывать их на ветер. Ценность Брикса нулевая на сегодняшний момент. И, смотрите, ну, если бы Брикс был, как бы, скажем так, серьезно на него ставили, вы думаете, что, там, тот же Бопа Арум, там, или Оскар Делла Хоя, или Майк Тайсон, или Луди Белла не уцепились бы за него? Ну, конечно, бы уцепились. Если бы они прекрасно понимали, что, да хотя бы в три поединка Брикса можно вывести не просто на бой с Кличко, а на бой с каким-либо чемпионом мира, Брикс побьет этого чемпиона мира, и тогда уже равноценные два чемпиона мира сходятся в ринге, потому что ценность Брикса, если он появляется тогда, когда он обладает титлом чемпиона мира, вот и все. А остальная ценность Брикса, это вот, давайте по шестим карманах, вот, все, что мы найдем, вот это ценность Брикса. А у кого-то и карманов нет. Значит, не везет только Брикс. Собственно, спрашивают вас, чего вы ожидаете от главного боя года, Майвезер Пакьяо, вот, хочется, вот этот, наверное, главный, вы ждете этого боя? Конечно, жду, мне очень интересно, как Пакьяо проиграет. Вы настолько уверены в моем эфире? Абсолютно уверен. Понимаете, это, опять же, здесь нужно разбираться в боксе, да, в боксе не просто в том, как Пакьяо выигрывал когда-то у кого-то. Вот, когда был ивент, Александр Русик боролся с Князевым, я, Макс Бурсак, его команда, мы сидели в раздевалке и обсуждали, естественно, этот бой, зашел Витя Постол, который вернулся из Штатов, он был в лагере Майвезер Пакьяо. Ну, естественно, первый вопрос у меня был Витя, ааа, Майвезер Пакьяо, ты дотрагивался до него, ты боксировал с ним, как? Ну, нормальный человек, то есть нормальный боксер. Большинство ударов, когда мы боксировали, то есть меня поставили в последнем в спарринге, я, в общем, не испытывал каких-либо там неудобств, да, я все видел, я реагировал, я наносил удары. Когда меня стали ставить первым, то есть когда Майвезер Пакьяо был свеж, да, он быстр, у него есть удар, но я все видел. Вот когда боксер говорит, я все видел, то есть начало атаки, куда летит, ты падаешь от тех ударов, которых не видишь. Вот, если Витя говорит, о Вите, в общем, не верить, ну, нельзя, то есть Витя говорит, то есть врать ему тоже не имеет смысла. Я могу сказать одно, что Пакьяо высококлассный боксер, но опять же, этот бой состоялся на 3-5 лет позже, нежели это было бы гораздо интереснее. Поймите, бокс это бизнес, каждый боксер прекрасно понимает, мое преимущество, недостатки, то есть в моем сопернике. Я вышел на пик, значит, сидит же команда аналитиков и решает, кто будет боксировать. Ага, Флойд Майвезер, значит, гонорар Флойда Майвезера должен составлять минимум 15 миллионов долларов. Из того, что 60 уйдут, в общем, дяде Сэму на налоги. Вот, значит, что мы еще делаем? Соперник должен заработать гораздо меньше, да, то есть, ага, кто у нас там этот интересный, ну, что ты? Ну, да, он нокаутер, если полезет, я могу там, ну, гипотетическим рассуждаем, я могу на ногах не сработать, я могу не уйти, или он пробьет мою защиту, ну, нафиг он нужен, да, давай искать следующего. Вот, это я, конечно, утрированно рассказываю, но сидят и анализируют, кто, когда. Если Флойд Майвезер согласился на поединок против Мэнни Пакьяо, он прекрасно понимает, Пакьяо ему, ну, не настолько опасен, чтобы вот действительно как-то, в общем, дрожать за это. Флойд Майвезер, поймите, что когда Бог целовал боксеров, вот, он поцеловал, остальных целовал в лоб, да, Флойда Майвезер он поцеловал в лоб, в правую руку, в левую руку, и еще хлопнул по попочке, да, там, ну, и ножки поцеловал. Флойд Майвезер, Роджер Майвезер, его отец Флойд Майвезер, эта династия настолько мощная, что уже на генетическом уровне Флойд Майвезер представляет из собой гениальность. И опять же, то есть, это же, ну, большинство людей видят только бой, они не следят за составляющими, как он работает в зале. Флойд Майвезер работает намного больше, чем, допустим, тот же самый Владимир Кличко. Понятное дело, совсем другие подходы к тренировкам, но если вы увидели там, допустим, тренировку Флойда или тренировку Мэнни Пакьяо, вы просто бы, ну, люди, люди на таком пределе не работают, только киборги. Вот, пацаны в Донецком аэропорту и Флойд Майвезер с Мэнни Пакьяо. Но опять же, здесь идет еще понимание сути бокса. Мэнни Пакьяо, мне кажется, вот, все-таки в работе на ногах, в работе на ногах, и в защите он проигрывает, гораздо проигрывает Флойду Майвезеру. И вот работа на ногах, и защита, и вот скорость, та дистанция, с которой можно достать соперника, это, безусловно, плюсы в копилку Флойда. Ну вот, я немножко назад вернусь. Вы говорили о том, что, как, в принципе, команда подбирает боксера или соперника, и вспоминали, опять-таки, Александра Усика. Вот хочется узнать ваше мнение о том, как вот сейчас идет его развитие как боксера, опять-таки, о его соперниках, насколько это правильно, и насколько, вот, да, все мы его любим за то, что вот он украинец, такой весь замечательный, побил русского еще лучше, но тем не менее, насколько это правильно для Усика, как вот в развитии как профессионального боксера? Давайте мы немножко проведем линию, да, соперники и Усик. Усик делает то, что ему необходимо. Безусловно, Князев мог бы упасть спокойно в третьем-четвертом раунде. При этом половина бы сказала, вааа, замалили москаля, а вторые, блин, соперник, так мы опять нашли какой-то мешок. Саша прекрасно понимает, его команда понимает, и это мне очень нравится, я очень много общался с Александром Усиком, и я просто вижу зрелого бойца, зрелого бизнесмена, человек, который понимает, что бокс это работа. Значит, есть установки, он прекрасно понимает, что бои на высшем уровне не будут короткими, там не будет быстрой победы. Это Володя говорит, допустим, небольшое ответение, и другие бойцы говорят, я стараюсь закончить бой как можно быстрее, потому что что будет дальше, ну, только бог знает. Вот, точно так же Усик, конечно же, будет стараться закончить бой быстрее, но на том уровне, на который он уже вышел, вот финишная прямая, дальше уже отката никакого не будет, бойцы будут гораздо серьезнее, и оппонирование будет очень жесткое, и прочувствовать себя 8 раундов в ринге, уверенно прочувствовать, то есть на ногах, в ударах, в комбинаторике, опять же, Усик очень силен на ногах, и в комбинаторике, и в той быстроте, и функциональности, которая должна от раунда от раунда не снижаться, а хотя бы оставаться на уровне, а в каких-то раундах просто подыматься на пик. Он это и делает, он очень разумно подходит к выстраиванию каждого поединка. Вот как вот Антониони снимал свои фильмы, и так и Усик выстраивает бой, завалить не проблема, а вот поработать, попробовать с левой, с правой, попробовать начать голову, закончить в корпус, начать слева, перейти в голову, справа, потом опять слева, вот эта комбинаторика и позволяет наработать тот материал, который ты потом будешь использовать в поединке против более жесткого соперника. Сейчас вот, допустим, Александр сделает поединок за титул чемпиона мира по версии IBO, что я предсказывал еще, как только он начинал свою карьеру. Ага, он становится чемпионом. И первый, с кем поединок возможен, не говорим заокеанских, там или там Лебедев, мы говорим о марке Хуки. Об этом говорят уже очень долго и очень много. Тем более, что Александр сейчас поднимается по ВБУ очень резко. И Хук, Хук очень жесткий, и Саша его должен делать именно ногами, именно техникой. Он должен его не сломать, потому что вопрос только его сломает, а перебоксировать. То есть заставить соперника почувствовать себя идиотом, чтобы соперник промахивался, чтобы он проваливался, потому что это кажется, что промахнулся. На самом деле, если ты 15 раз промахиваешься, бьешь в молоко, то ты уже начинаешь бояться этих провалов. Это бьет себе по психике очень сильно, поэтому Саша делает все очень правильно. Только вот единственный вопрос, чтобы вот эта вот, скажем так, учеба, вот эта линия как бы насыщения опытом уже заканчивать. Потому что уже как бы по залу, ну да, побил москаля, ну понятное дело. То есть, ну Князев, ну не был для Саши вот тем соперником, что, знаешь, нужно было сидеть так, Сашка, усик, ну давай, ну милый, ну держись. То есть, когда Александр Князев, я посмотрел его поединки, в общем, на открытой тренировке, меня спросили, ну как? Я говорю, ну я лучше. Я считаю, что я лучше. Я говорю лучше. Я могу высказывать неприятные для Александра слова более резко. И, в принципе, я могу какую-то часть первого раунда быть недостижимым для Усика. Ну и все. Ну я лучше, потому что журналистам будет что писать. Да, кстати, Князев себя вел как-то слишком корректно. Нет, на самом деле, как бы в боксе, ну опять же, вот с одной стороны, я как человек, который вам боксирует, и человек, который пишет о боксе. Мне хочется, конечно, в общем, опять же, там, ну что, Володя, то есть, если я напишу, допустим, Володя сидел с многозначительным видом, его в голове проносились мысли о том, как он будет атаковать своего соперника. Вы будете читать, и первым, ну что, ну что, ну нечего читать, да, там. А когда там, он сказал, слышь, ты кавиона, а то-то, слышь, ты бовца, там, я с тобой в ринге сделаю то-то. Вот когда было противостояние Рикардо Майорга и Фернандо Варгас, когда там пластиковое стекло чуть ли не развалилось, когда их в клетках выводили, о, господи, вы не представляете, сколько денег заработал, потому что все заказывали материалы, там, кто сказал это, кто сказал это. Вот. Существует шоу, которое привлекает, служит магнитом для того, чтобы люди купили билеты, там, сели на арену, включили телевизор, потому что тоже там пиплметры меряют эту рекламу. Вот. Для этого и предназначены пресс-конференции, там все. Ну, когда ты входишь в ринг, вот, честно говоря, взвозьте к сопернику. Как говорит мой тренер Юрий Иванович Нужненко, никакой личной неприязни. Бей и улыбайся. Кстати, вас тут спрашивают по поводу вашей нынешней, чем вы занимаетесь, во-первых, спрашивают. И говорят, давно что-то не слышно и не видно вас в комментировании бокса, ни на спорт 1, ни на 2 плюс 2. И говорят, что всегда оценили вас как эксперта бокса. Но вот что-то ваши комментарии, жаргоны всегда смущали, как вы только что сказали, что это наоборот притягивает. Человек смущает. Ну, собственно, что скажете по этому поводу? Ну, во-первых, скажем так, я работаю для нескольких телекомпаний в Польше как привлекаемый комментатор. То есть мне дают время, я оцениваю там, допустим, обычно это происходит после каждых там трех раундов. У меня есть включение, где я даю свою оценку. Вот, собственно говоря, и все. Комментировать, ну, собственно говоря, ну, я не знаю, как сказать, потому что те комментарии, которые особенно на 2 плюс 2 происходят, это вот, ну, реально там, я при всем уважении, ребята, там, футбол комментируйте, там, не знаю, хоккей, там, не знаю, художественную гимнастику. Ну, перестаньте, пожалуйста, говорить там, боксер на бреющем, то есть боксирует на бреющем полете, то есть мне непонятно, как можно, в общем, как Супермен распластаться по рингу и боксировать на бреющем полете. Бокс не надо комментировать, бокс надо объяснять. Почему? Почему вот именно вот боксер в этой ситуации отступил, закрывшись блоком? Он просто не умеет, допустим, сделать уклон и зайти за соперника, там, то есть бокс не надо комментировать, бокс нужно объяснять. Почему это? Почему это? Почему это? Потому что, глядя только на одну работу ног, ты можешь понимать прекрасный класс боксера, и что будет в следующий момент. Все у нас сводится комментирование. Он как звезданул, а это звезданул, а это вот звезданул, а это как очень больно. А если еще и наши боксируют, вот это вот когда боксируют украинские атаманы, вот мне вообще там, наши кузаки, наши атаманы, и потом, ну смотришь, фамилия, там, Таджикистан, ну, наши кузаки, ну, что сделаешь. Ребят, к боксу нужно относиться как к виду спорта. Патриотизм, это, конечно, хорошо, только вот за патриотизмом, вот знаете, как вот лошадь бегает по ипподрому, и вот у нее такие шоры, чтобы не шарахнуться рядом бегущей лошади, точно так же здесь. Давайте расслабимся, бокс есть бокс. Если боксер хорошо боксирует, давайте об этом говорить. Если он плохо боксирует, ну, давайте об этом не молчать. Неужто достойных нет комментаторов, кого вы действительно слушаете, и так понимаете, да, молодец, работает здорово. Понимаете, на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, политика такова. Рассказывать людям о боксе, то есть объяснять бокс, никому не надо. Надо говорить, наш самый лучший, наш самый хороший, все остальные, это просто никакие, а нас даже, когда он пропускает 8 ударов подряд, смотрите, стойкость-то какая, вы посмотрите, 8 ударов пришлось, а он же стоит, блин, ну, руки не поднимает, ну, зачем руки поднимают, он же стоит, он же 8 ударов себя принял, он вообще, ну, намотался на канаты, ну, и что, ну, как размотался с канатов, понимаете, вот такая ситуация, на самом деле, как бы, я уважаю и Славу Поначевного, я уважаю и Диму, я уважаю тех ребят, которых не знаю на 2 плюс 2, да, они сели комментировать, ребят, только давайте мы будем, ну, будем откровенны, там, бокс нужно объяснять, то есть говорить, почему эта ситуация происходит, ну, почему боксер, в общем, как бы, вот, работает джебом, работает джебом, работает джебом, для чего он работает джебом, там, да, ну, объясните, что он выискивает, вымеряет дистанцию, или, допустим, он придерживает соперника, для того, чтобы выбрать момент и ударить правой, там, и перестаньте говорить правый джеб, вот джеб, удар передней левой рукой, а вот это кросс, удар правой, это кросс. Здравствуйте, Юрий Говорят болельщики Помню ваши статьи в журнале Ринг И под реальным именем, и под вымышленным Были очень интересные Такие живые, нестандартные Когда из ринга вы ушли Журнал вообще стал никаким Вот так вот, говорит болельщик А вопросы у меня такие Вопросы такие Ваш прогноз на бой Поветкин-Перес И шансы победителя Этого боя против Уайлдера Ну Саша Поветкин Ну опять же, то есть Саша Поветкин Должен перебоксировать Переса Мне кажется, Перес, он переоценен Он сухостой, он заряжен Только на первые 3-4 раунда Причем если попадет, то попадет Парень здоровый, но Саша его перебоксирует Потому что как ни крути А вот Начав работать с Иваном Поветкин немножко все-таки Добавил себе Вот в технике Исполнительском боксе Почему? Потому что Саша содержался в каких-то Ну, я прошу прощения Ну, сказочно дебильных условиях То есть Все говорили Ты крут Вот Мне напоминала ситуация Когда Володя боксировал С Кори Сандером Все говорили Приехал одноногий Однорукий Одноглазый боксер Он приехал сливать И ситуация Точно так же и Сашу Держали в тепличных условиях При всем моем уважении Костя Джу Костя не тренер Как боксер Он хороший Может быть Как мастер по похудению Потому что Костя после боя Раздувался до 90 кг А к моменту поединка Весил 63,5 Великолепно Великолепно Его методики подготовки Его методики Настройки на бой Это просто великолепно Но как тренер Как техник Уметь боксировать Не значит Ты умеешь научить боксировать Вот в спарте Допустим У нас замечательный Там Александр Крошка Там допустим Или Игорь Фаньян Или Слава Сенченко Или Юра Нужненко Вот они Именно учителя Они так тебе разложат Вот эту цепочку Что ты понимаешь Как у тебя нога должна пойти Как у тебя плечо развернется А вот Саша боксировал С людьми Которые исповедовали Не тот бокс Который ему нужен Они ему навязывали Ты должен делать это Не так Сань У тебя вот это вот Плюс И вот это плюс Давай мы от этого И отталкиваться От твоих плюсов Мы будем добавлять тебе Еще 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 плюсики Чтобы ты выстраивался Рост технически Нет Ему давали левых соперников Изначально с предсказанной победой Даже если он где-то там Получал по голове Там поверьте Рефери работал Настолько Профессионально Что соперник Просто не мог работать Вот простая ситуация Вы боксируете Вот нашим оператором Опа Вы нанесли удар по оператору А я за оператора И все Я тут же остановил Вы ударили открытой перчаткой Оператор в это время Приходит в себя То есть он Но он же еще не до конца В себя пришел Значит что я делаю Опа Вы только начинаете Стоп-стоп-стоп Голову держишь низко То есть каждую вашу атаку Я нахожу причину И вы здесь уже Перед тем как атаковать Вы на меня будете смотреть Вы не будете думать Как его ударить еще раз А как Что я скажу Вот Точно так же и работали С Александром Поветкиным Сейчас Когда вот Александр Мне кажется Что Александр сам уже понял После боя с Владимиром Такого унижения Пережить И не измениться Ментально То есть Я верю Что Александр Поветкин Это боец И вот сейчас То есть Пройдя такое унижение Саша должен Или сказать Слышите Дорогие мои Я все-таки Боксер Я боец И я это докажу Либо стать Вот этой вот Марионеткой Которая будет Выходить против Таких же марионеток И это все будет Там во славу Того Во славу Того Во славу Того Во славу Того Промоутер Кассу получил Ну и все Собственно говоря Мне кажется Саша против Переса Это очень хороший Перес очень хороший Соперник И здесь Как бы И станет ясно Поветкин сделал Шаг вперед Либо он сделал шажок И заморозился На каком-то Общем уровне Скажем так Чисто вот Российского Европейского бокса Вот и все Промоутеру Поветкина Хватит денег Чтобы На матч реванш С Кличко Или это вообще Не нужно никому Наверное Если это просто Будет стоить Очень много И гонорары Заплатят Понимаете Дело в том Что Если Поветкина Все-таки опять же Двигают по версии ВБА А его будут двигать По версии ВБА Потому что Там тоже существуют Свои определенные Дружественные Скажем так Отношения С этой Ассоциацией Володя Защищает Титул Суперчемпиона Мира по версии ВБА Согласно Правилам Ассоциации Раз в два года То есть Поветкину Нужно сначала Стать чемпионом Суперчемпиона И дождаться Суперчемпиона Есть Хайви Вейт Если Как бы За все времена Ну не знаю Тот же самый Джоу Ис Ну первый Это безусловно Джеймс Лоуренс Салливан Это первый Тяж Который стал Официальным Чемпионом Мира Как По правилам Куинсбери То есть И на голых Перчатках И на голых Кулаках И перчатках По обе стороны Атлантики И Британии Безусловно Это самый первый Человек Ну Мне нравится Филадельфия Джо Абрайан Мне нравится Ну Джо Луис Мне нравится Флойд Паттерсон Ну Опять же То есть Нельзя сказать Вот эти вот Пять Каждому Времени Был целый Целый сон Боксеров Если мы говорим Ну Мухаммед Али Хотя Опять же Мухаммед Али Это более Такой Знаете Раскрученный Безусловно Там Вели Величайший Но мне нравился Больше Джо Фрейзер Мне больше Нравился Джордж Форман Мне больше Нравился Ларри Холл Майк Тайсон Вот Из Вот Последующих Боксеров Уже Новой Как бы Эры Ну Я даже Я даже Не скажу Кто Мне нравился Вот реально Вот мне нравился Джо Руиз Вот я Его Улюбил Почему Потому что Я был таким же Ущербным Как и он На меня все Нападали На него Все нападали Но Дон Кин Сказал Замечательную фразу Ребят У него нет Удара У него нет Техники Он Он пельмень То есть Он выходит Он не атлетичный Но он же выигрывает Мандеры Вот Джо Руиз Ну и безусловно Как бы Я не могу не гордиться Нашим Крис Берт Мне очень нравился Потому что Настолько будто Парень Который реально Должен был Боксировать Миддлвейд Добрался Супертяжи И сделал Из У боксеров В общем Как бы Таких атлетичных Ребят Просто увольнее Каких-то Ну и естественно Владимир Кличко Виталий Кличко Но на сегодняшний момент Володя Володя Конкурентов Нету Это действительно В общем Имя вписанное В пантеон И после Ленокса Владимир Это Главный Супертяж Планет Спрашивают Вас О вашем Боксерском Настоящем Говорят Юрий Знаю Что вы пробуете Себя в роли Боксера Аматора Для чего Как вы К этому Пришли И уже Второй Вопрос От этого Болельщика Чего не хватает Украинскому Боксу На сегодняшний День Собственно Клубного Бокса Талантливых Менеджеров Меценатов Бокса Или Чего-то Другого Пришел Бокс Я из него Собственно Говоря Не уходил Просто Это Как-то Так Не выпячивалось Снаружи Была Определенная Ситуация Жизненная Когда В общем Потребовался Лечения И Я Погрузился В Такие Очень Неприятные Болезни И Потом Когда Врачи Сказали Что Дорогой Тебе Полгода И До свидания Наш Ласковый Миша И Я Понял Что Я хочу Чтоб Как бы Так Вот Сказать Поэтично Меня Несли В гробу Я Был Красив Я Вернулся В зал После Этого Как бы Все Болячки Мои Ушли Я Сбросил Вес Ну Мало Кто Знает Сколько Поединков У меня Допустим На Профессиональном Ринге Я Никогда Этого Не Афишировал То Что Я Сейчас Боксирую Как бы В белых Воротничках Вот И Там Работаю Как спарринг Партнер Или Просто Как Постановщик Скажем Так Заточки Боксера Для Определенных Комбинаций На его Соперника Ну Это Одна Сторона То Что Я Занимаюсь Спарта Бокс Промоушен Я Очень Благодарен Игорю Кареновичу Вот Фаньяну Который Как ты Сказал Юр Приходи В зал Вот И Дал мне Возможность Заниматься Я Медведь Я До сих Пор Там Вот Я Очень Благодарен Юрию Ивановичу Нужненко Славе Сенченко Саше Кроши Ренату Ахмеджанову То есть Тем Ребятам Которые Спарте Не Дают С одной Стороны Почувствовать Слишком Гордым Потому Что В общем Наказываются В ринге Не дают Расслабиться С другой Стороны Если Что-то Не Получается Всегда Кто-то Есть Рядом Это Собственно Говорят Тот То место Которого Так не хватает Украинскому Боксу Это Искренность Второго Что не хватает Украинскому Боксу Это Денег Раньше Как бы Одна Компания Вторая Компания Третья Компания Люди Зарабатывали Денег У них Получалась Возможность Через Рекламу Через Спонсорство Выходить На Телеканалы Оплачивать Вечера Бокса Получать Рекламу Получать Какой-то Промоушен Сейчас Этого Нет Украинскому Боксу Не хватает Собственно Говоря Денег И Толковых Менеджеров Почему Потому что Я занимался Организацией Поединка И провожу До сих пор Ребят Не хватает В искренности Отношений Боксер Менеджер Все Желают Сразу Навариться Либо Вот Парень провел Первый Поединок И сразу Все должны Тебе заплатить Деньги Потому что Ты говоришь Что это Потенциальный Чемпион А вот Взять на себя Ответственность Воспитать Этого боксера Помочь ему Просто Экономическое Положение У нас Не очень Не очень Такое Честно говоря Аховое И это Естественно Сказывается Потому что Большинство Компаний Которые Раньше Вкладывали В бокс Достаточное Количество Финансов Сейчас просто Не могут Этого сделать И получается Что в ближайшее Время нам Тоже Каких-то Сдвигов Лучшую сторону Ждать не стоит Если мы Судя по Ситуации Ситуация Какова Вот Есть очень Хороший Боксер Максбурсак Очень хороший Очень обещающий Он уже Для Украины Он как бы Остановился Ему нужно Выходить в Америку То есть Выходить на Совершенно Другой Уровень Подготовки Боев Да Вот Он начинает Как бы Пытаться Это делать Но с другой Стороны Вот ему Предлагают Бой в Монте-Карло Вроде бы Гонорар хороший И соперник Но мы Прекрасно Понимаем Что организатор Этого вечера Бокса Промоутер Соперника Макса Бурсака Значит Максу Нужно побеждать Не просто Побеждать Да По очкам Потому что Там Победу Ну Нужно быть Настолько Убедительным Что уже В общем Как бы У судей Рука Не поднимется Поставить Там Допустим При близком раунде Там 10-9 Там Не в пользу Максима Вот Значит Нужно Нокаутировать Соперника А это Не всегда Возможно Потому что Нужно Приехать Макс Сейчас будет Лететь в Австралию Он должен Прилететь За 4 недели Чтобы Переодолеть Джетлег Чтобы Аклиматизировать Это же Австралия Другой конец мира Другой климат А если он Прилетает За неделю Почему Потому что Денег не хватает А это Пожить Это Покушать Это Снять площадку Для тренировок Это Дорогое Удовольствие Довольно Такое И здесь Возникает Почему Не чемпион Потому что Бидный А почему Бидный Потому что Не чемпион Не хватает Денег Не хватает Денег И тренерского Состава Не хватает Есть очень Хорошие Тренера Опять же Но которых Нужно Вывозить Чтобы Они впитывали Как губка Работали в зале С Фредди Рочем С Томми Бруксом С Рони Шилдцем С другими Тренерами Чтобы Они снимали Тот алгоритм Ту логистику Тренировки И уже Приносили Ее сюда Так получается Я тебе Подержу Лапы Я тебе Там То что С любительской Скамьи Буду тебе И дальше Толкать Ну и все На этом Заканчивается Боксер Должен Развиваться Вот почему Допустим Стремятся В лагерь К Владимиру Потому что Опять же Стоять Парень С Владимиром То есть Понимать Видеть Как Владимир Тренируется Как он Разминается Перенимать Его методику Это Очень много Дает Боксеру На самом деле Очень много Дает Одно Дело Когда я Занимался Допустим С Одним парнем Которому Честно По барабану Был И когда Начал Заниматься Допустим Юрий Иванович Нужненко Это Две Разные Вещи Просто Две Разные Вещи Даже Когда Становишься В спарринг И Юра Стоит И тебе Советует Ты просто Чувствуешь Как ты Растешь Просто Как ты Растешь И технически И в силовом Вариате При подготовке К этому Боя Дженнингс В лагере Кличко Был Исмаил В силах Украинец У которого Пока Что-то Не совсем Получается Как-то Не держит Удар Исмаил Как Хотелось Бы Вы Вообще Видите Перспективу Эту боксера По крайней мере У Владимира Он приглашается В лагере Не знаю Как там Происходит Нужно приглашать Таких ребят Которые будут На ногах Легче Которые будут Уклоняться Которые будут Допустим Удары Вылетать Более быстро Вот собственно Говоря И все Ну и опять же Чтобы это Не очень дорого Стоило Потому что Составляющая Себестоимости Надо что же Уменьшать Мы же Пришли в бок Зарабатывать деньги Мы же не будем Тратить больше Чем мы зарабатывали Поэтому мы Выделяем бюджет На спарринг Партнеров И если этот бюджет Как бы позволяет Нам сэкономить Почему бы нет То есть Силах только Из экономии Потому что Я хотела Слушать Ваш мнение Ну почему Силах живет В Америке Да То есть Вопрос с жильем Решили Вот То есть Он опять же Прекрасно знает Английский язык То есть Он не надо Иметь переводчика Чтобы допустим Там Джонатан Бенс Объяснял ему Что делать Потом ему Это переводили То есть Средства коммуникации Тоже вроде бы Как ну нормальные Да Вот Собственно говоря И все Ну Экономия Должна быть Экономия Вы говорили Не афишировали Количество боев На профессиональном ринге Да какое оно Это количество боев Ваших Скажу Два Проигранных Два Последних Проигранных Нокаут Это из какого Общего числа Из десяти Неплохая статистика Или вы считаете Что Что это не так Что нужно Расти Нет Я Я просто играл Профессиональный бокс Я думал Что я профессиональный Боксер Два последних Человека В общем окончательно Убедили меня в том Что я не профессиональный Боксер Ну мы на самом деле Желаем Достичь тех высот И в профессиональном боксе В боксе В том числе Каждого Вы себе Дометили Спасибо огромное За то Что вы пришли За то Что откровенно Ответили на вопросы Наших болельщиков Есть ли заключительное слово Можете сказать Ребят Бокс Прежде всего Это высокое искусство Самозащиты Это не дать возможность Сопернику Себя ударить И только потом Это Сладкая наука Избиение Смотрите Бокс глазами Но понимайте Его В общем Головой Чтобы лучше Понимать бокс Нужно заниматься Им Это я говорю Я 15 лет Комментировал бокс А потом Только пришел в зал И когда я понял Что такое бокс И насколько Действительно Он является Черственным куском хлеба Который нужно Отломать зубами И потом еще и разжевать Я понял Что Комментатором Я стал только После этого Занимайтесь боксом Любите бокс Таким Как он Есть Поскольку Другого у нас Нет и не будет Всего доброго До новых встреч